20 апреля. Сирия. Последние новости. В Хасаке группа неизвестных совершила нападение на конвой американских военнослужащих. Тела пяти местных жителей были найдены в пустынной местности в ДРС Зори. В Латакии сирийские военнослужащие ответили на провокации террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Коротко об итогах противостояния. Провинция Латакии. На северо-востоке Латакии Хаят-Тахрир-Аш-Шам совместно с боевиками Исламской партии Туркестана, обе группировки запрещены в РФ, открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии у подножья Курдских гор. Как сообщает агентство Джисер ТВ, огонь велся с позиции у горного города Кабана, который террористы удерживают в оккупации несколько лет. Расположение на горной высоте дает террористам важное стратегическое преимущество, как и хорошее знание укрытий в местных пещерах. По информации источника, подразделения армии открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам боевиков. Провинция Дейр-Эс-Зор. В горах Аль-Биши и на западе провинции были обнаружены тела пяти застреленных жителей поселка Ат-Тариф. Как сообщает агентство Дейр-Эс-Зор, имена убитых – Мухаммад Мухая Мухаймид, Хаммад Мухая Мухаймид, Али Роза Кувейд, Ахмад Бахлул Абдала и Ахмад Ибрагим Бахлул Абдала. По информации местных источников, они отправились на поиски трюфелей несколько дней назад. Недели ранее тела восьми пастухов были обнаружены на стыке административных границ рака и Дейр-Эс-Зор. Они тоже отправились на поиски трюфелей, после чего несколько дней спустя их тела нашли в пустыне со следами огнестрельных и колотых ран. Около десяти человек до сих пор считаются без вести пропавшими. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за убийство гражданских лиц. Под подозрением боевики запрещенного в РФ Исламского государства. Провинция Идлиб. По неподтвержденным данным, в небе над городом Маорет Ан-Нуман были замечены беспилотники ВВС Сирии. Как сообщает Алепа ЭМС, дроны провели разведку над укреплениями вооруженных группировок. По данным портала Step News, в окрестностях поселка Бенина, продолжаются боевые действия сирийской армии против террористов Хаят-Тахрир-Аш-Шам в ответ на неоднократные нарушения действующего режима прекращения огня. Сведений о потерях группировки в живой силе и боевой технике пока не поступало. Провинция Хосака. Агентство САНА передает, что сегодня днем группа неизвестных лиц совершили нападение на конвой военнослужащих вооруженных сил США и группу сопровождающих их боевиков в демократических сил Сирии. Столкновение произошло в поселке Рувайшит. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, в результате чего несколько американских солдат были ранены. Бронированный автомобиль типа Хэмер был поврежден. Ранее 6 апреля похожее нападение на патруль курдских боевиков и сил коалиции было совершено в соседней провинции Дейер-Эс-Зор. Тогда пострадал офицер армии США и двое членов СДФ. В подконтрольном СДФ лагере беженцев Альхол пострадала одна женщина и ее ребенок. Как сообщает источник агентства Алкхабаур, беженка и несовершеннолетние получили тяжелые ожоги, когда неизвестные подожгли палатки в пятом секторе лагеря. До того, как пожар был потушен, огонь уничтожил четыре палатки. Демократические силы Сирии подозревают, что пожар начался по вине жен и родственников террористов исламского государства. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА